В своё время звезда картины «Молодая гвардия» Георгий Юматов и не мечтал о карьере актёра. Пока другие ребята стремились стать студентами, театрального вуза Георгий видел себя моряком. И стоит отметить, стал им. Но закончить обучение у него так и не вышло, так как наступила война. После Великой Победы Юматов вернулся в столицу, где по стечению обстоятельств его однажды увидел в кафе режиссёр Александров. Увидев идеальное лицо для кинематографа, он предложил Георгию роль в кино. К удивлению, молодой моряк согласился. Несмотря на то, что это была небольшая роль в кино, в несколько секунд он смог произвести приятные впечатления. А Александров в очередной раз убедился, что не зря приметил этого самородка. В дальнейшем с рекомендацией Юматов отправился поступать в театральный, но режиссёр Герасимов отметил, что тот не нуждается в специальном образовании. Вскоре Георгия приняли в театр киноактера. И с того момента творческая карьера бывшего моряка пошла вверх. Широкую известность и любовь зрителей артист получил после выхода фильма «Молодая гвардия офицеры». Помимо успеха в карьере, эта картина принесла Юматову и любовь. Георгий Александрович был очарован, а затем и влюблён в артистку Музу Крепкогорскую. Но позже, уже после свадьбы, мужчина ощутил на себе, что артистка с ангельской внешностью, считающаяся себя по жизни королевой, никак не приспособлена к ведению домашних дел. Муза позволяла Юматову любить себя, а Жорж Георгий для неё был не только мужем, но и приходилось ему помимо работы заниматься делами по дому, когда ей в то время, ни примерной женой, ни артисткой стать не удалось. На фоне такой семейной жизни и отсутствия детей, народный артист стал искать утешение в алкоголе. А как известно, это дело до добра не доводит. Однажды, будучи выпившим, Георгий лишил жизни дворника, который до глубины души заделывал словами о войне. Глядя, как Юматов хоронит свою собаку, дворник нелестно высказался, что зря Германия не держала победу. За что в результате актёр получил срок. Но уже через пару месяцев фронтовика выпустили на свободу, так как было доказано, что артист превысил самооборону. Позже станет известно со слов коллеги, что, возможно, супруга Юматова стала виновницей в убийстве дворника, а Георгий взял вину жены на себя. После данного инцидента, его как артиста перестали приглашать в кино. Он стал чаще общаться с Богом, полностью бросив пить. В конце 90-х, на 72-м году, звезды офицеров не стало. Причиной его ухода стали проблемы со здоровьем. Известно, что жена Юматова, Муза, пережила его на два года, и она ушла из жизни в 1999 году.